Тебе что, делать нечего? В одной уборке меня даже обокрали. Тут у нас куча заводов, тут у нас куча мусорок, тут у нас новый полигон. Я могу изменить этот мир, что, собственно, я и делаю. Меня зовут Екатерина Олейник. Я возглавляю Тульское отделение зеленого движения России ЭКО. Занимаюсь экологической и общественной деятельностью 2013 года. Провожу различные экологические мероприятия, фестивали, единые дни действий, акции, конкурсы, направленные на эко-просвещение населения. Собственно говоря, вот этим продолжаю заниматься и по сей день. Быть эко-активистом — это быть неравнодушным по отношению к окружающей среде и пытаться как-то изменить в лучшую сторону то, что есть. Путем того, что ты включаешься активно в жизни города, в области, ну и делать то, что тебе под силом. Если мне под силом проводить экологические акции, это я и делаю. Самое элементарное — это водо- и энергозабережение, выключать воду, когда она не нужна, и выключать свет в комнатах, когда нас там нет. Это элементарно, это по силу каждому, не нужно быть супергероем, чтобы это сделать. Например, когда чистите зубы, часто не выключаем мы, например, воду, а в течение минуты выливается просто так 10 литров воды. Ну и я всегда люблю говорить, если не знаете, с чего начать, собирайте крышечки. Крышечки, которые мы собираем в рамках проекта, добрые крышечки, мы направляем на переработку, а вырученные деньги направляем в благотворительный фонд волонтеров помощь детям-сиротам на покупку инвалидных коляс. Вроде подумаешь, ну крышечка, так мало, тут огромное количество заводов, не знаю, да, промышленный район, а мы тут собираем крышечки, это ни о чем. Часто это так думают люди. Но на самом деле, если ты что-то делаешь, одно какое-то маленькое хотя бы действие, и делаешь это на постоянной основе, ты же заряжаешь людей, окружающих вокруг себя, и кто-то, да, присоединится к тебе. Ну и это уже как цепная реакция, и у нас уже сформировалось, например, определенно большое эко-сообщество, которое собирает не только крышечки, но и вторсырье. Но самое элементарное и самое простое, это начинать собирать крышечки. И очень легко поставить вазу для крышечек у себя там на подоконнике, сказать своим близким и родным, что вы теперь собираете крышечки, так вы помогаете природе, так вы помогаете деткам, и так присоединиться к нам. А потом уже потихоньку-потихоньку втягиваться в этот процесс. Слушайте, ну вообще по-разному. Я, у меня тут недавно был флешмоб, летом, 30 дней чистоты Тула. Я 30 дней подряд убирала поселок Осая Гора. Я там живу, я каждый день, одна, да, выходила и убиралась. По два, по три, по десять мешков мусорных. Ну по-разному. Ну кто-то иногда присоединялся ко мне за активист, но в основном одна, 30 дней. Чего я только не слышала свой адрес, да. Тебе что, делать нечего? Зачем убираться, если раз все равно в нога одет. Кто-то даже пытался всучить деньги мне. Ты такая классная, на тебе деньги хоть как-то там помочь тебе. Кто-то, кто-то мимо проходил. Ну, совершенно по-разному реагировали. В одной уборке меня даже обокрали. Обокрали не мусор, да, к сожалению? К сожалению, не мусор, а мою сумку с ключами и кошельком. Вот так, делай доброе дело для жителей поселка, а тебя еще я покраду. Но нужно сказать, что потом мне это вернули. Правда, уже без денег, но вернули кошелек и ключи. Немногие готовы воспринимать так ситуацию, и после того, что ты услышишь свой адрес, продолжать что-то делать. Меня очень многие спрашивают, Кать, ну ты столько негатива свой адрес получаешь, но ты все равно не опускаешь руки и продолжаешь делать что-то. Как у тебя это получается? Ну вот ты такой, я ультруист, вот такой я идейный прям вдохновитель. Я верю в том, что я могу изменить этот мир, что, собственно, я и делаю. Но немногие так, к сожалению, думают, поэтому еще раз повторюсь, нас мало. Ну, с 2013 года экологическая постановка улучшилась. Большая сейчас работа ведется по внедрению раздельного сбора отходов. У нас на промышленных предприятиях появилась нормальная, как экологическая ответственность, более-менее приемлемые там честные сооружения, есть экологически ориентированные предприятия. И это, в общем, влияет благоприятно на окружающую среду. Но, конечно, нет предела совершенствования. Еще раз повторюсь, промышленный аж регион, тут никуда не деться от предприятий. И работать, работать и еще раз работать. И нужно всем вместе сообща как-то менять эту ситуацию к лучшему. Часто я, да, вижу информацию про национальный проект экологии, особенно на портале правительства Тульской области, на портале Министерства природных ресурсов экологии Тульской области. Видела мероприятия, которые проходили в рамках национального проекта экологии. Например, посадки деревьев, организованные тем же Министерством природных ресурсов, акции «Вода России». Ну и какие-то другие мероприятия, которые проходят уже на протяжении года. Конечно, нужно больше. Потому что у нас, вот сами можете пройти, ну, в городе-то у нас еще более-менее чисто, да, но если выйти за территорию, то мы увидим огромное количество мусора. У нас, в принципе, много той же самой упаковки, которая не перерабатывается в России. И у нас, если ты приходишь в магазин, ты вместо продуктов приносишь домой упаковку, потенциально мусор. Потому что чаще всего люди это выкидывают, хотя это может действительно быть переработано. Поэтому у нас огромное количество свалок. И нужно работать в направлении не того, чтобы перемещать мусор из одной точки в другую, да, смотреть в корень проблемы, уменьшать потребление, например, пропагандировать переход на многоразовую альтернативу и на ответственность экологическую предприятию, чтобы они платили за то, что они производят огромное количество неперерабатываемой упаковки, стимулировать их, чтобы они приходили на упаковку, которую можно переработать. Ну, с итогами сложно пока сказать, потому что это еще не закончен этот переходный период. Но большую роль на самом деле мы, общественники, в этом сыграли, потому что вместе с региональными операторами сейчас активно внедряем раздельный сбор отходов. У меня с июля месяца работает проект Экомобиль, мы принимаем вторсырье от населения, да, пока у нас не стоят баки под раздельный сбор, мы уже пытаемся как-то людей простимулировать к раздельному сбору отходов, вообще рассказать о том, что есть такое и зачем это нужно делать. Вот, ну, по сейчас стадии, да, у нас новый полигон, который будет построен по современным технологиям, при котором будет муссосортировочный комплекс, чему мы очень рады. Вот, поэтому, ну, сложно сказать пока итогов, но улучшения есть, вот, ну, я надеюсь, что с приходом региональных операторов вообще все этот процесс с мусорным будет более организованным. Привлекать к экологической деятельности очень сложно. Нет результата, который мы получаем здесь и сейчас. Ну, то есть вся наша эко-деятельность направлена на будущее, даже не на нас, а на наших детей, внуков и правнуков. Может, мы даже не застанем результаты нашей деятельности, а это очень сложно. Ты, например, выходишь на какую-нибудь речку, убираешь прибрежную территорию от мусора, а потом приходишь через месяц, а там опять загажено. И не все люди готовы с этим справляться, с этим мириться и вообще втягиваться в это деятельность, потому что, ну, вот, нет этого результата. Я думаю, что, ну, нафиг, тут у нас куча заводов, тут у нас куча мусорок, тут у нас новый полигон строить. Да что я могу сделать, собственно, один? Да, и вот это людей останавливает. Поэтому у меня, например, костяк эко-активиста совсем небольшой. У нас 20 человек. Знаете, 20 человек на всю Тульскую область. Конечно, те, кто просто включается в нашу деятельность, там, разовая, или в каких-нибудь просто акциях участвует, у нас много. Например, в проекте «Добрые крышечки» не знаю, там, может быть, несколько тысяч человек, может, даже сотен. Но вот именно такой костяк, который постоянно работает на благо нашего региона, он очень мал. Ну, вообще, я волонтер, и сейчас временно нигде не работаю, я работаю на себя, у меня другие источники заработка, но иногда я подаюсь на гранты как физическое лицо и выигрываю их. Вот, например, на проекте «Добрые крышечки» буквально два месяца тому назад я вот выиграла грант, и в 2020 году мы будем расширять свою деятельность. Вот за что я благодарю администрацию города Тулы. Ну, и я, наконец-таки, доросла до того момента, когда поняла, что нужно регистрировать свою экологическую организацию, чтобы выходить на некий новый уровень, чтобы подаваться уже на грант областного характера, президентские гранты, потому что у нас очень много некоммерческих общественных организаций в Тульской области, которые как бы есть, но ничего не делают. А есть вот волонтерские проекты типа «Экомобили», «Добрые крышечки», «Экодвор», но которые не имеют никакой финансовой поддержки. А с финансовой поддержкой все было бы намного проще, легче и масштабнее. Да, я действительно не пью кофе в одноразовых стаканчиках, и я приверженец принципа «зеро-воз», принципа «ноль отходов», и всегда пропагандирую о том, что раздельный сбор отходов – это, конечно, хорошо, но настолько мусора, что раздельный сбор отходов нас уже не спасет, а спасет нас переход на многоразовую альтернативу, потому что, в принципе, не будет отходов, которые нужно сдавать на переработку. И поэтому кофе я пью исключительно в кафе и ресторанах в нормальной кружке, либо в свою кружку. Бутылки у меня есть многоразовые, есть многоразовые бахилы, которые я постоянно с собой ношу, есть многоразовые трубочки для напитков, и вообще многоразовые альтернативы можно найти в современном мире почти всему. Вот нужно только желание немножко свободного времени. Такой набор экологиста. Это многоразовые бахилы, вот, не чистые, небось, вот, это, соответственно, альтернатива одноразовым бахилам, которые являются мусором и пойдут на полигоны. А ведь это сколько мусора, особенно если мы говорим о родителях, детские сады, поликлинки, везде нужны бахилы, везде. У меня с собой, к сожалению, нет фруктовок, чтобы показать, ну, как бы сумки, я просто с собой всегда ношу. Сейчас, подожди, выгляну. А вот эта воська, которую раньше все использовали, она их есть. Да, да, у меня такие есть. Но они часто называются фруктовки, а воськи, они более современными стали, тренд тоже новый. Поэтому у меня просто с собой нет. Ну, вот есть такая сумка. На самом деле у нас есть такая проблема у активистов, что они негативно к таким людям относятся. Ну, что он один раз, и там, один раз сделал какое-то экологичное действие, а то этого он экологом не становится. А у него просто руки опустятся, когда он об этом узнает, когда что-то сказали ему в его сторону, да, напишут, да, хватит тебе, ты мета, а сколько ты производишь мусора, а ты не разделяешь отходы, ты не компостируешь органику. Ко мне же он скажет, да ну вас нахрен этих экологистов, не буду я ничего делать, буду я там, не знаю, кушать Макдаки и производить огромное количество одноразового мусора, понимаешь? А нужно таких поддерживать людей. Вот он принес одну крышечку, молодец, хорош, спасибо тебе, еще грамоту ему вручить надо. А многие люди этого не понимают. У меня даже активисты, они все это понимают. Кать, мы что, должны им говорить, спасибо за то, что они приходят к нам на экономобиль. Говорят, да, должны, иначе к нам никто не придет. Никто не придет. Вот так, к сожалению. Мы вам желаем удачи в вашем неделе.